Революция в России совпала с революцией в семье. В это время в царском селе появляются двое. Эти двое мало отражены в дневниках Николая. Хотя занимали большое место в его жизни. И в жизни семьи. И страны. Григорий Распутин и Анна Вырубова Танеева. Подруга. Еще об одном предке, которого светская молва связывала с родом Танеевых. Об императоре Павле I. Кровь этого безумного императора, точнее его незаконного ребенка, текла в жилах Ани Танеевой. Да, она тоже была из рода Романовых. В 17 лет она, опьяненная выходом в свет, танцует на 22 балах. Молодая фрейлина представлена императрице. Алекс заметила ее. И вскоре скороход, была такая должность при дворе, будто из сказки Андерсона. По прозаическому телефону сообщает Ани. Ее приглашает императрица. Их первый разговор. Аня Танеева рассказывает Алекс. В детстве она заболела тифом, была при смерти, но отец позвал и Анна Кронштадтского. И тот молитвой своей поднял ее садра болезни. История должна была произвести впечатление на императрицу. Чудо исцеления, только об этом думает Алекс, глядя на сына. Аня очень музыкальна. И с самого начала ей удалось взять верную ноту. Вскоре ее позовут в плавание на царской яхте, в столь любимое в царской семье путешествие. В финские шхеры. В залитой солнцем каюте они играют в четыре руки на фортепиано. Впоследствии Аня трогательно расскажет Алекс, как от волнения стали каменными ее руки. Потом они пели дуэтом. У Алекс контральта, у Ани сопрано. Так сразу сложился этот роковой дуэт. Когда Аня сошла на берег, Алекс сказала. Благодарение Богу он послал мне друга. Теперь Аню часто берут на прогулки в шхеры. Светлые покойные вечера на царской яхте. Мирные огни загораются на берегу. Запах воды и папироска в руках государя. Белая яхта «Полярная звезда» скользит в наступившей ночи. В 1918 году арестованная Аня Танеева вновь окажется на «Полярной звезде». Там будет заседать штаб Центробалта.